И начнем выпуск с новости, которая потрясла горожан утром. В ночь с 21 на 22 октября сгорело здание, расположенное по улице Ненецкой, 10. В нем располагался игровой детский центр «Лимпапо», фитнес-клуб «Юпауэр», центр ультразвуковой диагностики «Ультрамед», пиццерии «Дон Паперон» и ряд других объектов предпринимательства. В следующем материале все подробности. О событиях прошлой ночи Юрий Артеев вспоминает неохотно. Он один из тех немногих бизнесменов, кому удалось спасти имущество. Его фотостудия пострадала меньше всех. Тем не менее, предприниматель остался без помещения. А это в нашем городе едва ли не главная проблема. У нас специфические фотостудии. Нужны окна, не как здесь, хорошие высокие потолки. Ну и аренда, соответственно, недорогая была. Очень жаль, что так все случилось. Но, во всяком случае, мы все равно пострадали меньше, чем ребята. Наверху «Лимпапо» там, каких-то жалко вообще. Конечно, весь бизнес. И действительно, огонь практически полностью уничтожил второй этаж здания. Там располагался фитнес-клуб и игровой комплекс «Лимпапо». Излюбленное место нырьянмарских детей. Многие из них, не веря в произошедшее, собрались сегодня возле сгоревшего развлекательного центра. Не, я сегодня просыпаюсь, мне бежит мама, показывает видео, как оно горело. Сказала, ты знаешь, что у него сгорело? Я такая, в смысле, как? Она показала видео. Я очень сильно удивилась, ее стало очень сильно жалко. Я там чуть не заплакала, все в постели. Мне сказали в школе. Я упал со стула, честно. Я, ну, как все, конечно, не поверил, все не верят. Да, я не поверил, но мы всем половину класса собрались посмотреть, что тут произошло. Мы с братом там любили ходить. Потом с друзьями очень много там в кафешках сидели. Прыгали, бегали там. День рождения класса там справляли. Очень часто там были. И там, а мы сегодня проснулись с утра, и мама зашла в ВКонтакте и увидела, что сгорело. Мы очень расстроились, потому что там было очень классно и весело. Я сначала проснулась утром, мне позвонила одноклассница и сказала, Даш, сгорел лимпопо. Я сначала не поверила, отключилась, да, и стояла в шоке, я соберяла школу. Но потом пришла и такая, все, сгорело, конец. О том, что горит здание единственного в окружной столице крупного развлекательного центра, в единую диспетчерскую службу сообщили очевидцы. Сигнал о возгорании поступил в 0037. К месту происшествия были направлены все экстренные службы. К приезду пожарных уже вовсю полыхал второй этаж и кровля по всей площади здания. Пожару была присвоена третья категория сложности. На тушение было задействовано более 47 человек личного состава и более 9 единиц техники. Полностью локализовать возгорание удалось только к пяти утра. Сложно описать те чувства. В тот момент надо было действовать. То есть нужно было помогать. Очень понравилась сплоченность всего коллектива, что здесь работал. Неважно было, чей бизнес. Ребята заходили. В тот момент, даже когда тушили пожар, ребята заходили, выносили оборудование, выносили инвентарь. Все друг другу помогали. К счастью, в ходе происшествия удалось избежать жертв. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. В некоторых источниках появились сообщения о том, что в помещении не сработала противопожарная система. Впрочем, в ходе экстренного совещания у главы региона собственники здания опровергли эту информацию. По информации собственников, система эта сработала. Сообщения поступили им на телефоны и поступили в частное охранное предприятие. Что дальше делало частное охранное предприятие, с этим, скажем так, сигналом нам пока не ясно. Это тоже мы пока разбираемся. Следственно-оперативная группа наших специалистов и ОВД создана. Сюда к нам должен прилететь специалист испытательной пожарной лаборатории, с Архангельска, скорее всего, который будет заниматься, устанавливать место возгорания, причину и так далее. Также в ходе совещания выяснилось, что ни здания, ни один из 11 бизнесов, расположенных на Ненецкой, 10, не были застрахованы. Глава региона поручил оказать необходимую поддержку предпринимателям, объекты, деятельности которых были расположены в пострадавшем от пожара здании.